Во времена информационных технологий жизнь современного человека стала проще. Теперь обучающие программы можно скачать на смартфон. Но не стоит забывать и о книгах. Все-таки это и самый лучший подарок, и самый доступный учитель. В Центральной городской библиотеке юных жителей знакомят со старыми добрыми книжными сказками. Сразу с порога маленькие посетители библиотеки попадают в сказку. Встречают их не просто библиотекари, а волшебницы. Сегодня сказка «Царевна-легушка». Нет, наверное, напрасно смеялись мы над женой Ивана-царевича. Она не лягушка, а колдунья какая-то. Перестали родители читать детям сказки. Мы это выявили на своих викторинах, уроках, которые проводим в библиотеке. Дети не знают сказки, дети не знают литературных героев. Поэтому мы решили придумать такой проект, чтобы познакомить детей со сказками, с героями, с нашим литературным наследием. При этом совмещают несколько форм подачи. Видеофильм, музыкальное сопровождение, настольный театр и, конечно, забытая форма, громкие чтения вслух. Эта форма известна очень давно, но мы ее современными технологиями подзабыли. Проще, наверное, включить телевизор, компьютер, чтобы ребенок посмотрел какую-то сказку. А мы вот возрождаем вот эту старую форму, читаем вслух сказки. И еще в конце мы будем делать такой мастер-класс, какие-нибудь поделки по данной теме. Проект «Читайки на выходные» по мнению организаторов развивает усидчивость, воображение ребенка и, конечно, речь. Для воспитанников 41-го детского сада «Уголек» с логопедическим уклоном это особенно актуально. Они стали первыми гостями проекта. В наш век компьютеризации дети детям дома книги не читают, ребятишки не умеют слушать. У некоторых даже книг нет дома. Есть в основном компьютер, планшеты, которые дети знают отлично. А книги, если и читают, то просто картинки рассматривают. Нам очень понравилось. Детям, я вижу, они смотрели «Раскрыв рты». Им настольный театр. У нас, в принципе, в группе тоже есть настольный театр. Они очень любят играть. То есть мы еще хотим сюда приехать. Каждый месяц разные сказки. «Читайки на выходные» будут проходить каждую третью субботу месяца в 11 утра. Прийти могут как детсадовцы и школьные группы, так и просто мамы, желающие привить своим детям любовь к книге. Дарья Артамчук, Михаил Чеканов, Новости Плюс.